МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 24 августа 2013 года в Москве прошел митинг молодых ученых, выступающих против путинской реформы Российской Академии Наук. Они уверены, что коммерциализация науки и образования неизбежно приведет к дебилизации населения, которое в последние годы и так не блещет интеллектом, а также к исходу ученых из России. Но зачем путинистам умное население, способное самостоятельно мыслить и делать выводы, не совпадающие с официальной пропагандой? Такие люди опасны, а увеличение их числа рано или поздно лишит липовых кандидатов наук влияния и власти. Это не входит в планы эффективного менеджмента, привыкшего разворовывать страну под погребальный звон патриархальных колоколов. Закон Божий безопаснее законов Ньютона, а житие святого Пу милее биографии Ландау. Еще немного и станут жечь за ересь, как Джордана Бруно. Недаром перед сегодняшним митингом прозвучал фрагмент Ленинградской симфонии Шостаковича, как символ нашествия на российскую землю фашистствующих варваров. По словам реформа, все-таки надо понимать совокупность каких-то действий, которые вы понимаете, что зачем будет, что как будет преобразовываться, что будет с людьми. Ну, в общем, понятно. Должна быть некоторая программа такая отчетливая, практически к действию. А это декларация о намерении. То есть это ни в коем случае не закон. Это декларация о намерении. И в этой декларации единственный прописанный пункт – это то, что имущество Академии наук должно быть передано специальному агентству. И что это за агентство? Что это за агентство, там об этом нет ни слова. То есть опять чиновники влезают фактически в какую-то такую сферу, когда превращают науку в какую-то дойную корову, получается? Ну, не науку, а те, скорее, здания и территории, которые от нее остались. Потому что из самой науки много не выдаешь. Ну, правда, вот Сколково – противоположный пример, как раз при этом. А чем вам не нравится Сколково? Как же Медведев занимался? Вы понимаете, значит, Сколково – это декорация. Значит, если бы там было сделано опять хоть что-то свое, то есть если бы они готовили своих студентов, если бы у них были свои лаборатории, если бы они занимались созданием чего-то, то отношение к Сколково было бы совершенно другое. Но в данный момент это просто декорация, такой макет, в который натаскивается то, что удается ухватить в других местах. То есть если посмотреть вот то, что выдается за их достижения, то это все сделано где-то в другом месте. Студенты, ну, в частности, там вот и у нас в институте каких-то студентов, они привлекали на свои лекции для того, чтобы показать, какая у них бурная жизнь там идет. То есть нет ничего своего, то есть они ничего не создают, они могут только ухватить где-то что. А что ждет российскую науку после реализации этой реформы? Ну, вы знаете, значит, вот в худшем варианте ждет то, что сейчас уже реализовано там в Курчатовском институте, вот там, где Ковальчук, значит, в институте теоретически-экспериментальной физики и ТЭФ. Значит, картина довольно печальная, потому что там получают деньги только те, кто угоден начальству. Значит, при этом совершенно независимо от своих способностей, результатов, там, в общем, ни от каких научных критериев это совершенно не зависит. А те, кто желает хоть немножко вести какую-то свою линию, а уж не дай бог там возразить начальству, те оказываются, значит, на зарплате там в 3-5-7 тысяч рублей, ну, где как. И тем самым, значит, вынуждены либо сами уходить, ну, в общем, либо что-то делать. И поэтому все области науки в этих институтах, которые не связаны опять с какими-то вот такими вот камуфляжными проектами громкими, все остальные области, нормальные вполне, они почти умерли там. Поэтому, если такой вариант будет реализован, то и у нас почти все умрет. У нас, ну, пару лет назад было переоформление специальности социальной антропологии, был прекращен прием студентов, нужно было получить лицензию. И в министерстве перепутали социальную антропологию, в министерстве образования перепутали социальную и физическую антропологию. И в число экзаменов, которые нужно было сдавать, включили химию, например. То есть для гуманитарных ученых предложили сдавать химию. Это показывает уровень образования и осмысления проблем чиновниками, которые способны перепутать физическую и социальную антропологию. И сейчас нам предлагают, чтобы всей Академией наук руководили такие люди. Скажите, пожалуйста, вот эта готовящаяся реформа, она действительно имеет под собой какие-то основания, и она приведет к чему-то к улучшению? И мы станем более лучше образованы? Нет, я думаю, что она имеет в своей основе непонимание и тупость людей, которые не понимают значения фундаментальной науки. И, возможно, у них есть еще какие-то корыстные интересы. Вот я могу еще привести пример. Там говорится о том, что чиновники должны распоряжаться фондами, помещениями, которые имеются в Академии наук. Вот в нашем институте часть здания сдается арендаторам, и деньги, которые от этого получаются, они в том числе расходятся на зарплату. То есть у нас как бы совершенно недостаточная зарплата, и руководство института может повышать зарплату сотрудникам за счет аренды. А нам тут врут, что это все используется для каких-то личных целей и так далее. Это используется на благо сотрудников института. А в ближайшей политической перспективе как это может отразиться на России вообще, то, что происходит сейчас с наукой? Ну, это будет, если не удастся остановить вот эти такие действия, то это будет приводить к общему снижению потенциала интеллектуального нашей страны и к возникновению риска, так сказать, тихого умирания России, скажем так. Потому что большая страна, бывшая империя, которая не имеет фундаментальной науки, она не понимает, куда нужно двигаться, на что ориентироваться, как оценивать историю. В нации должно быть интеллектуальное ядро, и Российская Академия Наук по-прежнему является этим ядром. По спутнике все падали и падали, сколько не окропляли их святой водой. В общем, крокодил не ловится, не растет кокос. Если дальше также в России будут относиться к науке, то очень скоро наш остров невезения можно будет переименовать в страну дураков. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ. Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.